что ждет путина как вы считаете я думаю что владимир владимирович все будет хорошо и даже не так думаю тут москве был давеча сидя кавган наверное узнаете слышали протокол афганский пророк который там много чего там предсказала в том числе события девяносто первого года в советском союзе все время предсказал величайший математик на самом деле великий математик вот он в интервью нашей школе скажем так он сказал что все будет замечательно и до двадцать пятого года все будет хорошо дальше он не заглядывает а хорошо это значит не будет войны будет стабильность не будет войны будет вот такое вот движение определенной степени ну скажем так вперед просветали но при той избыточной смертности которая сегодня с одной из первых мест в мире если не первое мы конечно далеко уйдем это никто не спорит ни с афганским пророком низким учет говорить это сильный показатель это сильный аргумент избыточной смерти конечно особенно с учетом нашей демографической ситуации в которой мы находимся это да тут не поспоришь с вами это точно оно и есть только конца и края это избытку этому избытку нет к сожалению другого избытка нет вот этот избыток в избытке можно радоваться и как мандельштам радовался и солнце всходит и спрашивал уже на и надежды якорина кто тебе сказал что должна быть счастливой можно во всем найти что-то свое и действительно не огорчаться но еще раз мы с вами если мыслим исторически то мы видим с одной стороны избыток смертности избыточная смертность как нам говорят да а с другой стороны избыток идиотизм который приводит и к инфляции и к тем управленческим решением которые сегодня существуют но один пример как пестициды путешествовали с космодрома восточный в красноярск потом владивосток а сейчас оказались в банках в новосибирске в лаборатории вдруг вот та часть мешков которая значит в банке перекочевала нет там ртути караул что-то придумал можно было их сжечь а он гад не мешает мешает нам жечь да еще он росгвардия охраняет сегодня эти пестициды с космодрома восточный их вывезли до захоронить не могут как тут не получается способы не нашли хотя способы есть но не слышит никто это только показатель того что на самом деле в стране происходит не бардак это даже не преступление это конец это вот и мы это можем ничего не делать мы можем молчать еще можем молчать не обращать внимание и называть звездец звездецом но сталин бы решил вопрос пестицидами в секунду брежнев за час а у нас он не решается с вами 20 лет 20 в нулевом году выяснилось что там кладбище в этом месте и вот 20 лет уже построили космодром уже сказали ой а как же путин будет дышать пестицидами там же ртуть не не надо вывозить и снова не вывезли и прежний губернатор козлов знал эту проблему нынешний министр природных ресурсов и орлов который по праздникам на гитаре играет для избирателей годами не могут решить не решено до сих пор последний как вы знаете скандал это когда они пестициды в банке литровые закатали в руках внесли в самолет гражданский самолет который летел в лабораторию с пассажирами из Новосибирска и из Владивостока в Новосибирск вот и все мы оказались правы сейчас очень хорошо упомянули меня Иосифа Сталина да вот я иногда читаю лекции и достаточно большому количеству людей и вот эти люди меня спрашивают почему вот так так и так происходит и возникает вполне логичный вопрос а вот и Сталин бы решил эту прозву там и я тут уже к ним обращаюсь но ведь вы же вот все здесь присутствующие с одной стороны вы кричите распни распни с другой стороны вы же против тех подходов которые использовал Сталин в своей скажем так политической деятельности мы побежим быстрее чем бегали греческие атлеты и прыгать будем в высоту без шеста выше чем Валерий Брумель я понимаю что под дулом пистолетов да это то же самое также страшно как Скипидар в одно место может был построить со страху все что угодно да нам говорят не методы я понимаю что не методы но сейчас-то не строится фактически ничего перестраивается то что было да многие перестраивают крайне удачно покажите мне пожалуйста новый завод новую магнитку новый норильский никель хорошо норильский никель сложно построить новый завод имени Лихачева хотя бы из американских старых запчастей собранных ведь это нам Розвельт подарил и газ подарил и ЗИЛ подарил американцы подарили Сталина укрепляли чтобы мог с Гитлером как-то вот так сказать лоб в лоб пойти а Америка так отводила удар сейчас уже все стало понятно где они новенькие магнитка вот вчерашние но один завод да газ то есть Газпром построил Амурской области Сила Сибири второй в мире первый в России вот только хотел этот пример привести что там построили да в июле построили Владимир Владимирович перелезал онлайн красную ленточку все были рады а в августе он взял и взорвался и рабочие 2000 лет хорошо не погиб никто бежали когда я сказал что там Чернобыль взорвался новенький завод остановили его Фитиль взорвался тут Газпром сила Сибири она взорвалась сейчас снова работает починились триллион влупили вдруг взрыв вот и вся история а кого посадили за этот взрыв а кого за пестициды посадили сейчас офицеров конечно пойдет под суд мы нашли в хозяина всех этих ООО системы которые еще сдуру написали что они внесли банки в салон с севена гражданский рейс написали сами мы знали у меня были свои источники они подтвердили привезли да рисковые наверное есть риск для жизни пассажиров и не маленькие для экипажа вообще это ртуть а может ее там нет а вот сейчас лаборатория проверит а если есть или была как можно так рисковать есть же закон дает нарушение правил перевозки сами признались что мы преступники сами и совсем дураки значит это даже хуже рашкина то есть идиотизм такой какого быть раньше не могло дебилизации нации вот она на лицо то какие же перспективы такой нации у нас перспектива огромный потому что создательный характер этой нас скажем такой вот это создатель внутри она посуду преодолеть все в абсолютно уверенно то о чем говорите вы но это наверное надо вводить так называемую народную причину которую мы давно призываем там там московский клуб позборский клуб средства вот мне скоро собирались мы приходили к тому что вот этот самый народный контроль или народная причина не ограничивается 211 федеральным законом я вот народным контролем работаем я без изборского я представляю ой вот я представляю как ни один изборский клуб не представляет я это на практике контроля это осуществляю ни один год без всякого изборского клуба еще раз если бы не я не мои друзья олег митва ликологи максим шингаркин многое бы просто никто не знал 15 человек после наших сюжетов вышли из тюрем не свой список шиндлера вот я вам как народный контроль докладываю работать становится невозможно пока вы там где-то заседаете в клубах и что такое говорить на практике все стало другим вы его отключили было бы лучше говорить у нас миллион зрителей а это вот это к вопросу о том что с нами происходит мы нажимаем кнопку она не нажимается и так во всем я не прав вот не нажимается кнопка виновата кнопка не мы нажимается но это уже таскать сильное такое самоощущение да от нас тоже что-то зависит нажимаем и кнопку правильно я просто скажу я не знаю там будет передача уфер не будет несутся конечно вы делаете великое дело на самом деле я стараюсь и че толку то на самом деле делать а толку то они все равно привезли в банка гражданским рейсом я не смог остановить толку нет отсюда отчаяние мое понимаете это несколько глубины такие вещи нет не глубин это папа морде давно не били я извиняюсь если человек депутат офицеров говорит да мои сотрудники пресс-секретарь привезли гражданским рейсом сейчас проверим нормальный пестицид без ртуть и будем сжечь в печке которые для этого не готова кожемяка который там всех в приморье назвал мошенниками я еще посажу это если это от такой подтек существует человек который все это устроил может позволить в борьбе со мной еще ролик гадский сделать это значит что на ваш изборский клуб ему же там на местах начхать они вообще не знаю чуть такое и делают что хотят на путина начихать на нового полпреда начихать я позвонил полпреду сказал толоконска всех кому на толоконска познаю помогает потому что мы не понимаем откуда пестициды в банку из какого мешка насыпали вдруг там правда в этой вот в этом мешке не оказалось гранозана а в соседнем есть они делают все чтобы сделать по-своему и заработать свои миллионы денег стоит а меня проще убить чем услышать я сам себе желаю долго жить поэтому периодически принимаю какие-то меры в бункер не ухожу но знаю где отсидеться в какие-то минуты моим зрителям кажется ох он опять хорошо живет там куда-то уехал для себя жизнь спасаю но это ладно это изъяны профессии это мое личное дело никому нет за это не не должно касаться никого но еще раз они на местах и в москве одичалые как выборы провели вы видели видели это нормально сколько злоба запихнул товарищ кириенко в людей в народ как сталин говорил люди что колбаса чем начнешь то и получишь что в кишку засунешь прав был прав на первых составить себя на воду контроль вы говорите вот его не хватает нет народный контроль это первый указ бориса николаевича ельцин ельцин начал с того что первым указом президент россии вновь избранный отменил народный контроль что от него страдал в свердловске больше всех даже он первый секретарь у него отменил первый был его указ вернуть вернем как госприемку вернули военную приемку много гост и виду много мы что вернули даже лаборатории по гомо когда-то наш канал момент истины мы были первые то есть такое такая сволочь и гомо и гео и мы с татьяной дмитриевы тогда министром здравоохранения еще были нормальные министр можно статьяной пройти по магазинам и мы искали маркировку на продукты там есть написано про гомо или нет лужков создал после этого больше ста лаборатории в москве на проверку на гомо а они где сегодня чужие сборский клуб то не увидел что их нет больше их сергей собянин уничтожил почему не знаю я от ни одного адреса найти не могу чем мы жрем какое пальмовое масло почему столько онкологии никто же понять не может а на платформе мы говорим страшные вещи про то что происходит в руках это вот этой болезни здесь мы боимся найти уважая правила youtube меня ругают за это но я получил 12 страйков в течение года не работал то неделю то 2 зачем мне терять канал своих зрителей в итоге нас услышали бутро будет выбор судя по всему к этому идет страна наконец-то но ведь цифра ты жуткий вот и все пушни до заводов тут бы выжить а мы полны оптимизма я просто пользуюсь моментом ну тогда подскажите вот и вы говорите сделано вот это сделано вот это сделано вот это так на самом деле сделано во первых путин нас процитировал после всех что делать что делать что делать меня систему выборную менять скажем так эту власть который на места которые скажем так не угодно добиваться этого скажем тогда с помощью тех средств и способов которые дано дозволяя там скажем так ниже закон потому что очередную революцию мы просто не какая революция нет на нее не сил ни желаний потом рубль грохнется какая почему все упирается в слово революция хватит ни демократии ни революции вот ничего этого россии не надо все слова советский союз в россии продолжается он не кончился в каком-то сейчас странном загибающемся виде но это советский союз с попыткой вернуться гулагу советский союз пока есть путин продолжаться будет всегда плохо это или хорошо это вопрос другой уже более интересный сегодня владимир путин стал отвечать на все наши обращения к нему что он сказал нужна идеология это впервые за 20 лет сказал это наш был крик в том числе и извиняюсь мои к нему звуковые обращения да не только мои нужна идеология он сказал да нужна идеология как сегодня бастрыкин реагирует на письма с мест вот в челябинске дворники пожаловались метем горит метелкой которую делаем сами как делаем идем в лес берем краснокнижное дерево его срубаем палку делаем метлу дворники обращение у нас на канале она есть открытая что сказал бастрыкин о проверить только не посадить дворников а те кто их довел до такого состояния что у них метелок не помните был фильм остановился пояс там рабочий пантелеев башмак не поставил грузки выиграл а оказалось нет башмаков вообще виновата вся страна что вагон покатился вот сегодня мы к этому вернулись да мы этого добились без всякого вашего изборского клуба саша проханова и моих друзей которые там заседают да вам всем бог здоровья ради бога я с удовольствием эти лекции к хорошие выступления показываю на платформе караулы даже на youtube канале что делать налаживать диалог с властью что для этого надо идиотов из кремля убрать тех которые сделали так что никто не смотрит телевизор никого больше не радует те кто проводил выборы так что все плевались у нас телефон разрывался что я придумал что все и прошу прощения тех кто не понимает что если останется много из того что сейчас будет плохо для тех кто не видит что нужно убирать то против чего протестует народ включая электронное голосование боятся до рашкина все говорят кроме одного человека дух зюганов и рашкин вот все стало про все понятно это уже прошлое а в будущее если кто-то хочет я сегодня выступал на платформе у себя говорил что путин точно не хочет для своих дочерей судьбу светлана аллилуйя я с ней был знаком хорошо у нас был телефонный роман полтора года с госпожой ланой петер свет лана лана наста петерс ее последний уж как здоровья слона 8 стыдно сказать она так басом говорила все лучше и лучше из-за океана из штата венково я жила в очень богатом доме пансионе для стариков но одиноких стариков я просил об интервью она и деньги были не нужны я уже предлагал как артем им боровик он снял ее гадарар такой судьбы путин а значит надо что что-то менял чтобы не издевались над навальным лагерь ребята выступали на дожде двое освободившихся это же ужас у меня свои навальным отношения свое но это ужас и мы должны остановить сегодня сейчас не так как работа наша паницинарная система это не работает уже это фашизм это фашизм там много фашизма это коренным образом менять но вот у меня опять таки я вот хочу просто услышать мнение опытного человека с каждым плане но что-то же меняется из-под палки из-под палки сталинские методы нет нет зачем же сталинские из-под палки а очень вот они же сидят вы же не представляете они вернее вы себе представляете у них в плане отчетности люди докладывают о том что они что-то делали в рамках тех конструкций которые нам даны а на самом деле ничего не делали дочим до тех пор дотмы все можно сделать очень просто очень просто вот у совсем совсем просто чтобы люди не так волновались о своем будущем надо всего лишь раздать тем кто хочет по 2 гектара земли у нас земли у нас плотность населения меньше чем в пустыне сахара вот два гектара даже вокруг москвы найти я уехал недавно к друзьям в колонну господи столько лесом поросло земель полей отдайте людям хотя бы картошку посадят для себя с голоду не умрут уже хорошо второе создайте сириус в каждом регионе чтобы талантливые дети из простых семей попали бы в эту школу им помогало государство встать на ноги почему-то я мог из большего приезжать по ночам по вечерам в школу юного журналиста мгу в десятом классе куда брали после собеседования я поступил легко я год учился бесплатно у студентов до старших классов но это были незабываемые вечера нас учили молоды где в мгу рабфак школа рабфаки необходимо вести чтобы ребята не егэ я-то я егэ отменять но это обычные вещи а идеологическая штука очень простая есть интернет это много-много-много миллионный многоголосый перманентный митинг до президент сделал то что мы хотели есть ребята их трое они меняются но делают дальше что в интернете происходит путин стал хорошо реагировать слава богу с меня сняли контроль следственного комитета кажется меня все предупредили караулов выборы шли не туда полез плохо будет я снова лес мне 64 года трудно запугать мужики такой храбрый краса очень трусливый по жизни я очень трусливый но я не могу молчать просто не могу перед людей потеряю подписчиков доверие потеряю вторых простите меня я не хочу революции все мои письма кириенко звуковые как все только об одном ребят твоя профессия дефолт хотел как лучше получилось у меня как у меня получается всегда отойди в сторону есть другие нормальные люди которые умеют слушать людей на местах диалог так просто остановить два гектара земли в подарок дети одна школа но на тысячу мест получено две в регионе это очень многое просто решает от нее филиалы могут быть другие уже школы более миме есть педагоги которые готовы этим заниматься ну и конечно самое главное власть научись говорить правду про цифры про смертность про все на свете хватит власть врать пришла скворцова к начальнику сказала будет новая история на 13 лет в июле создадим не создала скворцова ответь где же то что ты обещала владимиру путину и всей стране сейчас ноябрь вот собственно я все и сказал так просто из каждой ситуации есть выхода разве я не прав это же просто воли нет ни у кого сделать видимо не все если работаете вы работают ваши товарищи что-то делаем мы все-таки что-то сделать не что-то делается и можно с песковым всегда договориться и поговорить и убедить и посмеяться и послать и возмутиться и все это нам вот есть люди с которым может быть диалог с громом диалог быть не может 20 лет не выходил из кабинета кто-то первосвященник который 20 лет молился и ему показалось что он сам заменил собой господа когда 20 лет не выход ни в одной деревне не был громов и главный идеолог к черту идеолог такое телевидение вот приезжает пророк из афганистана первый канал даже меня звали спустя вдруг два года я сказал не ребята тут ваши игры этого они так и россии мыслит а про то что мирный надо переселять целый город и рудник мир затопила лоросы на природу сослав 6 человек погибло пом 6 вот дзюганов от меня узнал об этой трагедии а рудник не подлежит восстановление там самые крупные алмазы доставали в тюрьму смертную казни и такие смертную казнь вот из любой ситуации есть выход люди поверят без диалога с властью у путина ничего не получится вообще ничего ни у кого из них не получится такая страна россия социальная страна не либеральная социальная я не прав абсолютно прав в этом плане все жесткость власти воля политическая воля и слышать народ и слышать народ кадровые изменения незаметные народ политики но груму давно полагается отправить ну естественно как по-другому то есть нормально есть там кондрашой но есть ребята которых путин знает которому он верит но те хоть живые но не упыри ну совсем не упыри не они по 20 лет сидят они то провалили это уже никто не смотрит никакой телевизор вообще никто на голосование делали процентов вашу или три моих зрителей сказали все в интернете конечно интернет закрыть у них и такие планы были учения были чуток не было но больные люди окончательно больных надо лечить или на пенсию лучше на пенсию потом лечить но все же все все плавно произойдет нет шагут путин последнее выступление в севастополе она меня порадовал он многое сказал из того о чем мы просили и в глазу сказал давайте вы нас признаете мы ваши признаем будет широкий спектр пусть все выбирают но то что мы горали весь месяц и даже два месяца и так осталось только с пестицидами но это мы добьемся я уже с пострыгином договорился встретиться все нормально будет мы доведем до уголовного дела тут никаких иллюзий меня быть не может но это все очень трудно делается я уже язык сожрал я больше не хочу не могу я устал и я устал не не для чтобы замолчать но я устал одно и тоже говорить я хочу разным говорить мне интересен сталина 41 год открываются архивы план гроза сражение под дубно 24 когда жуков потерял почти все танки красной армии 2400 танков а клясть только 85 а чё танки в одном месяце только делали жили правда на варшаву хотели идти пусть этот первый нападет потому что мы когда на финляндию напали нас из лиги нации выгнали а тогда мы в мажем и вот он мировой коммунистический союз так у нас был герда на фоне земного шара для этого танки то были для удара план гроза вильна в варшаву архивы открывается очень интересно а гитлер хотел с америка воевать пакт почему вот поехал в берлин ось четырех пак четырех а какие стали условия поставил перед гитлером здесь базы из этой стороны базы через по балтику все опубликовано осталось только изучить и сделать выводы вот это мне интересно я занимаюсь не пестицидами смит или вместе получаю ролики в ответ что я козел что пестициды у меня в голове прекрасная реакция я согласен но это все уже а время идет а инфляция растет я не прав настанет счастливое время я знаю не вы хочу выступать вороком я думаю год очередной спокойно сможете оставить вот это вот от чего вы устали и заняться именно историческим вот этим вот расследованием исследовали мне почему-то кажется я не хочу выглядеть весь полным идиотом абсолютно скажем так таким вот дураковатым оптимистом но почему-то мне верится в то что изменения произойдут они будут происходить ближайшее время очень быстро вот мне почему-то кажется что до весны вот до ближайшей весны пройдут изменения в том числе и в кадровой политике просто изменения в нашем каком-то социальном обустройстве вы же сами говорите что ваш голос который был не слышен в течение там вернее он был слышен вот вы говорите последнее время прислушивается есть обратная связь и то о чем я говорю это воспринимается и вот сейчас последняя речь было это что в глазах сказал и все прочее может посмотрите это же идет по нарастающим но он же реально идет по нарастающим ну дай бог я на самом деле в это верю говорить серьезно просто мне очень обидно за то что пока она нарастает там где-то у кого-то да крепнет и наконец-то становится проходит время я еду на газ еду на газ в нижний новгород к рабочим реально в цехе съемка было если 11 человек напротив меня мне пишут зрители мои мы вы поверили но это не рабочие это специально кого-то подучили выбрали я заревел сказал стоп следующая встреча будет так во дворце культуры газа там полторы тысячи мест весь завод с семьями все рабочие с женами жены врать не дадут рабочим еще не так вопят и с родителями пожалуйста у кого кто хочет а на сцене я приглашаю за счет редакции тех кто не поверил что это был не спектакль а это действительно правда вот на сцене все не верующим огромная сына чек 200 может сесть и диалог с рабочими с коллективом только совсем заводом то хотя бы 23 часа а камера все в онлайне быть показывать выходной день сделать но немножко как-то сказали наверное это интересно может правда есть какая-то россия которую мы не видим не знаем но люди не готовы это видеть вот про пестициды готовы все это караулов молодец про газ чего отписка отписывать все ради бога не горбатого могила исправить но мне обидно потому что людей это горбатыми многих делается жизнь люди не виноваты им не сказали не показали им громов не объяснил вовремя и вдруг караул свалился тут какой-то дворец вместо цеха да не может такого быть вот как интересно то есть мы разучились радоваться тому немногому допустим или даже многом мы просто не видим а если мы не видим если это не укладывается в наших мыслительных возможностях в нашей голове значит этого нет это все придумали специально построили декорацию и посадили статистов для караула а мне какой смысл то врать никак понять не могу а вот он заработает у дерипаски чего я больше потеряю людей потеряю чем заработаю любого дерипаски но глупость поэтому время упущен больного лечить надо вовремя иначе что происходит вот чего я боюсь летальный исход но я думаю что рецепты которые предполагаются сейчас они возьмут действия меня почему-то там уверенность абсолютно есть еще раз говорю потому что вы сами столкнулись с огромным числом порядочных замечательных хороших людей были на газе разговаривали с людьми данным но вам не верят в случае мне в принципе никогда не верят когда я что-то рассказываю хотя перед этим же рабочим можно понять людей можно понять только стараться работать и конечно менять фальшивость власти менять продажность меня нет если путин примет наше предложение раздать не по гектару на дальнем востоке а по всей стране и по 2 гектара а если путин если путин примет наше предложение обязать торговые сети заканчивается срок продажи продукта чтобы сжечь его и звездкой надо деньги потратить не надо поручите полиции но у вас полно социальных служб заканчиваются продукты раздайте детям старикам успеют съесть до того как срок годности не наступит в последний день раздайте вот если две эти вещи хотя бы сделать то школы сириус для молодежи чтобы дети бездонны талантливые дети по улицам не шатались ну как все просто уже начнется реально поворот людей в тонусе оказывается не все потери даже нету пока не сделал ни гектаров нету не сириуса нету нигде только в сочи и нет самое главное вот этих продуктов их сжигают тоннами 5 тонн уничтожают в день больших городах 5 тонн молочку 5 тонн почему старикам не отдать ну кто будет возить возиться к старое дело и конечно смертная казнь за такие вещи как пестициды если мы докажем что мы правы и уж за рудник мир я понимаю путина сергей борисовича ему нравится папа сергей сергеевича главы аллороса но эти детки во власти это позор так было в воронеже с деткой так я предполагаю аллороса так еще есть племянники у ротенберга и там дальше вы знаете что на этом сломалась советская номенклатура зачем-то идут этим ошибочным путем непонятно только зачем по слабости нынешней власти меня власть слабая вот чем дело а у вас есть какой тут я рецепты свои назвала у вас есть какой-то свой рецепт гектары или пестициды или еще что-то или смертная казнь у вас есть какой-то рецепт скажем так может быть не в таком мощном публичном русле какой работаете но мы же написали 100 главник составили это прямые там требования или там как вы можете назвать к президенту о том что необходимо сделать там стоят вопрос о деприватизации о депортизации выборов о том чтобы людям вот как вы говорите раздали землю чтобы конечно и социальная справедливость была значит там налажен и прочее о том чтобы мы в наших социальных экономических вот этих вот работах все-таки опирались первую очередь на волю народа заменить слово демократия народа праве в настоящее ввести вот этот самый народный контроль в виде одной опричины то есть опираться на этику которые присущи именно нашему народу этику справедливости где общего выше личного духовного выше материального значит где справедливость превыше всех этих ваших надуманных законов потому что тот уже ваш пример с навалим может быть что-то по закону неправильно делаем но это понятно что это несправедливо и люди русская душа от русский человек на это откликается но это же несправедливо совесть праведливость честь вот эти вот понятия должны быть введены и конечно работа над тем что было вот это вот принято все-таки новая идеология но не идеология чтобы она хоть как опиралась на здравый смысл и на те вещи которые мы в том числе и проговаривали понимаете если это просто книжная какая-то идеология надуманная каким-то человеком потому что то он выкурил мозгу то ничего хорошего не будет чтобы четко было определено что зачем как почему и чтобы людям самое главное было понятно поменьше иностранных слов и все будет понятно